Привет, ребята! Сегодня разберём такой момент, почему липнут электроды рутиловые или основные, почему, например, рутиловый электрод почиркал-почиркал и он легко пошёл, а электрод с основным покрытием чиркаешь-чиркаешь, раз, залип, чуть ли не двумя руками там отрываешь, никак не можешь разжечь. Итак, посмотрим. В первую очередь, что следует учитывать? Электроды с основным покрытием они более жёсткие, то есть, как на рутиловых, например, загнуть их не получится, когда вы загибаете электрод, чтобы подлезть, например, заварить трубу у стены. Рутиловый электрод легко гнётся, обмазка мягкая и она не отваливается. Но если вы попытаетесь сделать то же самое с основным электродом, то, как видно, обмазка сразу отваливается. С этим особо ничего не поделаешь. Также посмотрим на начало электродов, то есть, когда вы доставите их из коробки, некоторые производители никакой обмазки не делают под облегчающий поджиг, то есть, просто сделано, вот как на этой фотографии, обрубленные концы, можно сказать, и вы этим стержнем касаетесь и сжигаете. Чаще всего происходит как бы пролипание. Некоторые производители намазывают кончики графитовой обмазкой, которая облегчает поджиг, но не на всех, конечно, делаются, в основном на основных электродах, и то на брендовых, так сказать. На дешёвых, как правило, ничего этого нет. Рекомендую зажигать чирканьем на себя, либо влево-право, в околошовной зоне. У вас будет минимальный контакт вот в этой точке, а если вы тыкаете вот так вот, то у вас будет максимальный контакт, и шансов залипания будет больше, то есть, вы контактируете большей площади. А если вести на себя, либо просто влево-право, рядом со швом, где собираетесь варить, то у вас будет минимальная точка контакта. Так это происходит. Легким касанием как бы чиркаете и на себя ведёте. Вот этот момент касания, то есть не вся площадь соприкасается, а только грань. Тут дальше начинает разгораться электрод. Плавное идёт плавление электрода, обмазки, козырьков никаких нету, козыряний. Разогрев идёт обмазки, такая чёрная полоса идёт по обмазке. Графитовое покрытие в рутиловом электроде значительно облегчает поджиг. То же самое движение назад, только легче поджиг. То же самое происходит на электроде с основным покрытием, с такой же графитовой головочкой. Легко поджигается и ведётся. Никаких проблем с поджигом. Но когда у вас вдруг остановка произошла, у вас будет такой выгрызенный кратер. Нужно его в перчатках сломать, оголить стержень металла и уже таким же чирканью, как и рутиловый электродом показывал, также поджечь. Но здесь уже могут быть пролипания, потому сильно не давить на электрод. Нужно плавненько коснуться и вести на себя, чиркнуть как спичкой обчиркан коробки. Так, то есть, когда достаёте новый электрод из коробки, вот он с таким обрезанным кончиком, либо с графитовой обмазкой, то рекомендую чиркать именно углом на себя, либо влево-вправо в околошованной зоне. То есть, там, где вы шов собираетесь провести, легонечко вот так вот чиркнуть, не втыкать вот так вот и не стучать. Так шансов больше солипнуть, потому что он здесь оголён и вы прикасаетесь всей плоскостью. То есть, лучше чиркать. Но другое дело, когда, например, электрод погорел, и нужно продолжить дальше. Посмотрим, почему рутиловый электрод легче схватывает по стукиваниям, а основной залипает. Сгорают электроды, в принципе, одинаково. Слева с рутиловым покрытием, справа с основным. Основные немножко более оголён металл, чем у рутиловых слева. Немножко разница есть. Если на электрод давить, то, в принципе, особая разница незаметна, что электрод рутиловый ломается, так сказать, добротно. Если вот так вот много отломается, то зажечь будет потом проблемно, потому что пока у вас газовая булка не появится, будет залипать. Если ударять, в принципе, происходит то же самое. Электроды с основным покрытием тоже ничем не отличаются. Если на них давить, в принципе, то же самое происходит. Посмотрим на поджиг электрода с рутиловым покрытием на замедленном действии. То есть, когда вы варите точками, вам даже не нужно втыкать металл. У вас поджиг идёт через какое-то определённое расстояние. Уже возникает дуга. Даже вы не дотронулись ещё, а уже появляется искорка первая. Когда вы варите электродом с рутиловым покрытием точками, то рекомендую не втыкать в металл жижу. Иначе у вас будут залипания. А просто плавно подносить через какое-то расстояние он сам сплотит. То есть, расстояние лезвия примерно. Если то же самое повторить электродом с основным покрытием, то тут уже начинаются сюрпризы. Стучишь, стучишь, он залипает. А если немножко водить и чиркать, возможно, это поможет. Вот, чиркаю и в процессе подношу к нужному месту. Он, естественно, схватывает. Но, опять же, если мало разогрели это место, естественно, он не разожгётся. И приходится в тот момент, когда слишком разогрето, прямо окунать в эту жижу, чтобы электрод прямо, можно сказать, вдавливать в жижу, чтобы на основных электродах поджечь быстро с пола. Но это не всегда работает. И в какой-то момент можно прозевать, когда уже ванночка остынет. И уже всё-всё-всё, а надо было раньше всё. Также рутевые электроды позволяют высоко поднимать дугу. Видно, как я поднимаю её чуть ли не на целый сантиметр, и она не гаснет. Свободно всё, процесс идёт. Если то же самое повторить на электродах с основным покрытием, стоит только приподнять на лишние примерно 8 мм, то дуга тут же обрывается. Потому что основные электроды так устроены. Конечно, если быстро вернуться в ванну, пока там металл оголённая, она зажгётся. Но это не всегда работает. Электроды всё-таки предназначат не отрывно варить. И даже если окунать в жижу, то уже ничего не происходит. Также рекомендую, если у вас электроды-рутилы плохенькие, не брендовые какие-нибудь, иметь рядом с собой железку, на которой расчиркали электрод. И пока он горяченький, в нужное место поднесли, и у вас пойдёт плавный поджиг. То есть не придётся долго долбить в одном месте, чтобы разжечь дугу. Там ещё и залипнете. Получается неплохо. Конечно же, ребята, электроды должны быть просушенные, а ещё лучше прокаленные. Ну, либо хотя бы хранить их где-то на антресолях в сухом месте. Также детальки надо зачищать, чтобы у вас не такие ржавые были, а хорошенькие, блестященькие. Хотя бы не всю деталь, а около шовной зоны, там, сантиметра на два, на два с половиной. Чтобы у вас не попадал оксид железа в сварочный шов. Никаких там лишних брызг, залипаний не будет происходить. На электродах с рутилым покрытием. Если сжигаете новый электрод, то лучше чиркать. Такое движение полсантиметра чирк, либо так, либо так, на себя, либо назад. Но ни в коем случае не вперёд, иначе у вас будет электрод давиться своим же накинутым металлом жидким. То есть, только назад. Если у вас сгорение прекратилось уже более чем на две секунды, то электрод уже так быстро не схватит. Нужно либо постучать, либо, как я показывал, перчаткой уже остывший электрод немножко оголить. Но лучше всё-таки на рутиловых постучать, а потом, когда уже первые вспышки произошли, только увидели первую вспышку, уже не пытайтесь долбить дальше, пока у вас он не замкнёт. Была первая вспышка, уже можно чиркать. Потому что вы сбили обмазку с кончика, и у вас уже оголился стержень металлический, и уже можно просто чиркать. Электроды с основным покрытием. Если вы начинаете варить шов, то также чиркайте на себя, либо чуть-чуть в сторону, либо в эту сторону. И старайтесь около шовной зоны, где вам нужно провести шов, рядом чиркнуть, и в это же место быстро подвести, пока у вас идёт горение. То есть, так эти электроды не работают, как рутиловые. То есть, здесь не получится где-то там на железке разжечь, и пока горяченький перенести в нужное место. Нет, это только с рутилом работает. Здесь нужно тыкать в то место, где вам уже надо варить. Если у вас электрод основной уже погорел, вы остановились, прошло уже сколько-то секунд. Там основным электродам достаточно уже одной секунды, чтобы не поджечься. Они так как рутиловые не схватывают. То здесь нужно также кончик, либо перчаткой, остывший кончик только ободрать. И уже плавно так вот чиркнуть и пойти. Почему я советую всё время чирки, а не касания? Потому что если так вот попробовать раз 30 чирканем поджечь основной электрод, и раз 30 ровно с тучанием. Вот уверен, что у вас чирканьем больше будет зажигаться. То есть, шанс чирканьем зажечь основной электрод больше, чем тычками, и подлавливать этой высоты, как многие делают. Если вы залипали электродом, то не старайтесь на себя его тянуть. Просто обычно в аппаратах есть фулканский антистик. Она отключает напряжение. Вам нужно просто лево-право поломать, и всё, он оторвётся. Не нужно там кипишевать, когда он залипали, резко тянуть за собой деталь, стол и всю вселенную затягивать. Как видим, ребят, если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну, либо вы просто станете нежным психом. Кто хоть что-то здесь увидел интересного, лайк и пока! Субтитры подогнал «Симон»!